Месяц назад, а Манкулу 29 июля всего 20 лет исполнилось. Очень молодые ребята, но уже особенно... И для того, и для другого, в общем-то, это очень успешный чемпионат. Безусловно, и плюс Хижняк, да, он два месяца назад чемпионат Европы выиграл, так что для него вообще этот год может стать просто сверхуспешным. И он пошел вперед сразу. Сразу понятно, как боксирует Хижняк, в каком стиле. Да, плотно на ногах. Ну вот с Манкулом такой бокс просто на вал не сработает. Манкул хорошо двигается, здорово действует на контратаке, быстрые руки. Казахстан уже получил здесь одно золото. И, конечно, стремятся, стремятся. Очень хотят они завоевать еще одну золотую медаль. Вот это соседское противостояние Казахстана с Узбекистаном тоже очень принципиально убирают. Я помню, что узбекские боксеры уже закончили свое вступление здесь. Завоевав три серебра... Одно золото и две бронзы. У Казахстана в 2013 году чемпионат проходил именно в Казахстане. И тогда четыре золота. Спортсмены завоевали два серебра, две бронзы и вообще выиграли медальный зачет. А вот на прошлом чемпионате мира в Катаре в 2015 году Казахстан только два серебра взял. И на этом было все. Да и на Олимпиаде в Рио они рассчитывали на большее, но не получилось. Хизняк продолжает атаковать, но пока таких вот точных попаданий мы не видели. Аманкул так спокойно, по-деловому, ушел в защиту. И хорошо защищается, надо отметить. Перчатки на месте, закрыты. И вот сейчас резким боковым ударом в ответ достиг цели. Капа выпала у Хизняка. Илью Аманкула. Все-таки красный угол. Да, красный угол. Наставники украинской сборной. Очень хочется, конечно, уехать с золотом. Удачный для Украины был чемпионат в Калькове, чемпионат Европы. Но здесь вот в финале только один представитель этой страны. Да. Хорошая школа. Мы помним Лондонскую Олимпиаду, где команда Украины выступила. Просто блестящие. Большинство тех парней ушли профессионалы. И продолжают удачно действовать уже как профессиональные боксеры. В скором времени Усик проведет свой первый бой. В рамках восьмерки в первом тяжелом весе. Очень интересные соревнования. Да. И, естественно, проанонсируем, что этот турнир показывает в прямом эфире все поединки этого турнира. Все четвертьфиналы. В обоих весовых категориях. То есть не только в первом тяжелом, но и во втором среднем. Ну, а вот что касается Украины, когда произошла смена состава, потому что все ушли в профессионалы, появились новые ребята. И, конечно, результаты... Какое-то время. Результаты сами естественным образом упали, но потихонечку-потихонечку выравнивается. Выравнивается. Идет вверх, вернее говоря. Ну, потому что школы есть, тренеры хорошие. И талантов немало. Нужно время. Я думаю, то же самое сейчас произойдет и с нашей командой, которая надберется опыта, придут новые силы. Мы снова войдем в число лучших сборных мира по боксу. Да, а вот если брать выступления на прошлых, то в 2013 году у Украины только одна бронза была. На прошлом чемпионате в 2015 году две бронзы. Так что этот чемпионат мира уж точно будет успешным. Ну, а на Олимпиаде вообще ничего? На Олимпиаде, да. Так получилось, что без наград осталась команда Украины. Но я думаю, что сейчас этот цикл только начался для них. И на следующей Олимпиаде все будет иначе. Ну, для этого они должны отлично выступить на московском чемпионате мира. Безусловно. Еще раз скажу. В Сочинском. В Сочинском, простите. В российском Сочинском чемпионате мира. Потому что там, как всегда, будут разыграны большинство олимпийских лицензий. Очень сложный бой для боксеров, который мы сейчас с вами наблюдаем. Как здорово, да? Равные силы. Встретил. Аманкул. Но продолжает более агрессивно действовать Хрижняк. Аманкул хорошо на ногах. Вот разворачивает и уходит. Хорошие два удара в ближнем бою провел украинский боксер. И продолжает. Остановился в углу Аманкул. Этого не следовало делать. Казахстану на этом чемпионате пока на данный момент одно золото, три бронзы. Так что, в общем-то, как бы не выступил Аманкул, в целом чемпионат для Казахстана получается неплохим. Ну да, серебро-то уже гарантированно. Золото есть, три бронзы. Всего пять медалей. Хороший урожай. Снова в атаке удачливее сейчас украинский боксер был. Ну и, наверное, можно сказать, что медаль не зачет, хотя еще остается. Этот поединок и три Куба уже выиграла. Там уже их никто не догонит. Чем более у них еще два человека в финале. И один из них лакросс. Снова удачная атака. Очень хорошая атака хижняка. И снова попадает. Посмотрите. Остался у канатов. Я хвалил Аманкула, что он хорошо двигается на ногах. Уходит. Смотрите, несколько точных ударов. А тут он остановился. И сколько ударов пропустил. Посмотрите. Причем попадание тут у хижняка, они не просто вот попадание, они еще и тяжелые. Все-таки еще не забываем. Это средний вес. 75 килограммов лимит. Ну, понятно, в поединке, наверное, ребята чуть-чуть потяжелее. Но, правда, ответ. Ну, ответ на перекрылся, хижняк успел. С этой точки мы не видели, прошла ли перчатка Аманкула между... Ух, встретил, кстати, хорошо сейчас в разрез казахстанец. Но, в целом, вот этот отрезок, который до этого выдал... Конечно, темп поднял сумасшедший хижняк. Ухранец. Я думаю, что, наверное, второй раунд за ним. Он выиграл раунд, безусловно. Короче, функциональная подготовка, да? Так резко извините темп. Ну, вот... Во второй половине раунда. До Олимпиады еще три года, наверное. Все-таки хижняк ставит себе цель поехать на Олимпиаду. Но, честно говоря, я бы очень хотел посмотреть на него. Сразу профессионал. Очень хотел бы. У него стиль прям вот под профессионалы. И, тем более, средняя весовая категория. Где он вполне... Где он мог бы... Куда он попал бы, если бы перешел в профессионалы. Она сейчас довольно интересная. Да, ведь суперсредний вес, восьмерка. А, вы уже сказали, мы тоже будем показывать. Да, мы тоже показываем, да. Ну, и первый раунд очень интересный. Первый бой первого тяжелого веса 9 сентября будет. Усик Хук. Германия, причем. Германия, да, на территории Хука. И снова посмотрите хижняк в атаке. И снова в углу остался Аманку. Пытается защищаться туловищем и отстреливаться из этой ситуации. Но это очень уверенно надо быть себе, чтобы принять вот такой рисунок обоя. Хорошо справа хижняк. Действительно, вкладывается удар. В каждый удар. Это поразительно для любительского бокса и в том темпе, в котором он работает. Великолепно. Да, и перчатки летят, закручивают кулачок. Мы не видим вот таких уже шлепков здесь, да, совершенно? Да, именно что удары хорошие, плотные. Хотя, конечно, в этих перчатках нанести плотный удар очень тяжело. Но техника удара сама о себе говорит. Аманку может быть через все самоуверенно начал бой. Вот та победа над олимпийским чемпионом, может быть, скружила голову в какой-то степени. Ну и помимо того, что он и Лопеса выбил, он же выбил еще и призера Олимпиады и чемпионата мира Шахсу Варлы. Да. Азербайджанского в боксе. Но при этом, как мне подсказывали, с казахстанской школы бокса Шахсу Варлы. Ну, Азербайджан впитывает в себя разные школы бокса, они стесняются и, в общем-то, давно это делают. И вот Маджидов, который будет выступать сегодня в финале супертяжелого веса, он же тоже из Дагестана. Но я уже не говорю о кубинце, который выступал за команду Азербайджана на Олимпиаде и завоевал бронзовую медаль. Хижняк продолжает, продолжает действовать в своем темпе, в своем стиле. Здорово. Посмотрите, возвращает вовремя перчатки на место, вот пытается в контратаке что-то сделать Аманкул, и, как правило, все по защите. Ну, вот сейчас уже прошел у Аманкула. Неплохо встречает, но вот этих контрвыпадов Аманкула не хватает, не хватает. Потом он отвечает одиночными ударами. Да, вот именно мало что, редкие ответы. Это большая разница. У Хижняка затяжные атаки, причем некоторые из них практически из 4-5 ударов, соответственно, 3-4 цели. Аманкул переживал за своего соотечественника. И не зря хороший боксер появился в украинской команде. Думается, что по достоинству сейчас должны оценить суди его выступления. Думается, что в первом бою сегодняшней трансляции мы видели, что всякое может быть. Но здесь суди отсадили по достоинству выступление украинского боксера. Молодец. Буквально за два с небольшим месяца он стал чемпионом Европы сначала и затем чемпионом мира. Александр Хижняк, пожалуйста, переходите в профессионалы как можно скорее.